здравствуйте дорогие мои друзья помнится раскольников после того как или перед нет перед друзья перед тем как убить старушку проценщицу жестоко убить топором он взывал спрашивал себя небеса тварь я дрожащая или право имею и значит в конце концов решил что он имеет право на он не тварь дрожащий ну и вот это свое право он реализовал самым бессовестным образом конечно старушка была на может быть конечно и сволочью а может быть и не не сволочи просто была вот этим ростовщиком как бы отдавала деньги в долг то есть было микрофинансовой организации в прошлом веке да тоже как бы их почему-то недолюбливают этих микрофинансов вообще банкиров недолюбливают как банкир так и думаешь ну ты блин сволочь клоп жирный да друзья мы опять опять я ругаюсь мне скажите что что все что что все об этом но друзья мои я совершенно не о том а вот к чему я это я вам говорю вот это вспомнил классику вспомнил достоевского вот сейчас еду еду и наблюдаю такую картину мужчина ну как бы еще не очень пожилой клетка где-то около 50 60 там ну так потертый потрепанный идет с палочкой хромает видимо ну как бы травма травма ноги видно что он это и как бы он такой сухенький идет вот с палочкой идет тяжело и переход через дорогу переход тут значит ну как бы две полосы и две полосы да там даже нет полторы все-таки дорога не широкая но как бы все равно две полосы и пешеходный переход без этого без светофора и он дует прямо ну вот я еду я друзья мои всегда езжу езжу так сказать тихо я не лихач и с удовольствием пропускаю людей но всегда наблюдаю за реакцией наблюдаю за людьми это очень интересно ну значит я притормаживаю вот во втором ряду едет едем машина едет быстрей быстрее меня собирается как бы ну обогнать меня и ей может быть не видно даже за мной что я притормаживаю что вот это что здесь собирается дяденька он прямо дует он хромает но он дует крепко и не смотрит да вот он может быть краем глаза видит что что так сказать я притормаживаю и он не смотрит он не поворачивает голову не смотрит как бы да он имеет право он он не тварь дрожащий он право имеет и он идет прямо да вот как бы я даже бибикнул да потому что я чувствую вот машина рядом со мной она может его не видеть и как бы вот он он выйдет да и она его на этом перекрестном перешуходном собьет и он не только на одну ногу а может быть и на на все ноги а может быть и вообще как говорится отправиться в куда-то в это в другие миры и я значит бибикнул этому как вону который ехал чтобы он обратил внимание он притормозил да он как бы чуть быстрее ехал притормозил немножко так со скрипом и мужчина значит прошел прошел но даже голову не повернул да друзья мы даже и от я бибикнул он вот как бы даже не посмотрел не поинтересовался потому что и чувствовался в нем такая гордость что есть пешеходный переход и все остальные это все все неважно есть закон а закон есть закон друзья мои я согласен закон есть закон действительно пешеходный приход пропускайте пешеходы действительно могут перейти лучше конечно светофором тогда это на безопаснее и для пешеходов и для водителей но в школе так бывает то может быть из-за этого не без пешехода но я тут сразу понял вот она да вот то есть человек не учится на своих ошибках это я понял что как бы плохо говорить но не зря он хромает то есть видимо он уже попадал в ситуации когда он пер куда-то и вот это даже подломило дед может упал сломал ногу еще а может быть избили его даже кто и знать может его подтолкнули но и но он упрямо неважно плевать на здоровье плевать на жизнь он имеет право и он будет идти гордо там переступая с палочкой может быть на коляске инвалидный потом он поедет не дай бог он гордо я думаю да жизнь жизнь даже вот такого мужчину ничему не учит на осторожности ты имеешь право но ты как говорится имею еще и чутье посмотри нету ли какой-нибудь дурака который на твои права плевал и который собьет тебя а потом ты можешь с ним судиться его может быть даже посадят в тюрьму может быть тебе компенсацию дадут какую-то да но но от этого у тебя кости не срастутся здоровей ты не станешь и как говорится полгода в гипсе а то и там вообще какой-то то это но действительно срок гигантский но друзья мои вот таких ситуаций я наблюдаю часто поэтому вот уж извините решил поделиться с вами такой зарисовкой а вот таких дураков бывает полно которые действительно вот прямо завесят себя и идут в своем праве вот так вот ну друзья мои а как вы считаете то есть учит если вы на своих ошибках да вот учиться на своих а не на чужих я стараюсь учиться на чужих а вы все пока